Амперфект Один из паблишенки студия Амперфект представляют Юлия Цыпленкова Рик Саттор Во славу империи Он родился на планете, где сражались на мечах и думали, что их мир плоский, как тарелка Пастушок Стонора верил, что боги живут на небе, а звезды — это их сокровище Но однажды маленький дикарь поднялся выше неба Теперь он офицер космического имперского флота и верный сын Земли Майор Рик Ярд Саттор давно уже не ребенок Он знает, что такое звезды и настоящим сокровищем считает честь, доблесть и отвагу Рик любит свой новый дом Но Земле придется подождать Потому что Корвет Шустрый получил новый приказ Он летит на Демос Экипажу предстоит служба в составе гарнизона На этой планете царят скука и сонный покой Только ссоры с учеными, занимающимися раскопками следов загадочной цивилизации Иногда была муть от омут, в котором живут военные Но так ли спокоен Демос, как кажется на первый взгляд? Пытливый ум майора не привык находиться в бездействии И Рик готов разобраться в тайнах далекой планеты Глава первая Молодой синеглазый мужчина замер у иллюминатора Его рассеянный взгляд остановился на собственном отражении Размытом смесью темноты и света Рик Ярд Саттор Прочитал он на нашивке на своей груди Даже не прочитал, потому что контуры букв были смазаны в отражении на стекле иллюминатора Просто знал, что там написано Конечно, знал Все-таки это был его комбинезон Рик усмехнулся и перевел взгляд на нашивку, расположенную немного выше Это был герб Геи, его родной империи Которой майор служил уже почти семь лет своей взрослой самостоятельной жизни Это было миниатюрное изображение земли В центре которого распластал в полете крылья орел в короне Саттор прикрыл глаза и негромко произнес Мой дом покрыт травой зеленой Укутан голубой водой Лучами солнца озаренный Кружит во тьме мой дом родной Хотел бы я лежать в траве, раскинув руки, беззаботный И слушать песни, что в листве заводит ветер своевольный Хотел бы по полю пройтись Или взбежать на холм высокий И в смехе радостном зайти, ступая в ледяной протоке Но далеко уводит путь Корабль мой средь звезд затерян А мне тоска рвет в клочья грудь Земля Тебе до смерти верен Красиво Майор отвернулся от иллюминатора и посмотрел на пилота Взгляд того был устремлен в пространство И что там видел лейтенант Было ведомо лишь ему одному Красиво, согласился майор Он снова посмотрел в иллюминатор, но уже дальше своего отражения И повторил машинально Красиво Чье это стихотворение? Спросил пилот Но его командир не ответил И лейтенант позвал Господин майор Что? Чье это стихотворение? Майор обернулся Он короткое мгновение смотрел на пилота А затем все-таки ответил Его написал мой сокурсник Даже не знал, что он умеет Парни рассказывали Мы с ним не были особо близки Просто учились вместе еще с кадетского корпуса Так Общались нейтрально Он вновь отвернулся и повторил последнюю строчку Земля Тебе до смерти верен Он погиб год назад И командир корвета Шустрый Замолчал В рубке повисла недолгая тишина Пилот оставил майора в покое И вернулся к панели управления Саттор поджал губы Он отогнал ненужные сейчас мысли Не о том нужно было думать Не о том Командир Позвала связистка Вики вызывает Перевожу на вас Рик кивнул и активировал свой переговорник Майор Саттор на связи Произнес командир корвета Подполковник Лапин майор Ответил командир линкора королева Виктория Приступить к выполнению поставленной задачи Есть приступить к выполнению Привычно ответил Саттор Младший командир Позвольте вопрос Спрашивай, Рик Уже без всякого официоза Произнес подполковник Я не вижу противника Что происходит? Мы засекли появление Нескольких неопознанных объектов Пока не видим знаков различия И принадлежности К какому-то определенному флоту Просто хочу подстраховаться Уводите подопечных майор Слушаюсь, младший командир Отчеканил Саттор И обвел взглядом тех Кто находился в рубке Приступаем к выполнению Поставленной нам задачи Выходим на заданную траекторию Скачок по готовности Следом за кораблем миссии Есть! Мгновенно послышался ответ И майор отдал новую команду Развернуть экран Связь с ветром Работа закипела Привычная и обыденная Задача, поставленная перед корветом Была проста Сопроводить корабль Научной миссии К точке встречи с кораблями Которые должны были Обеспечить безопасный коридор До пункта назначения Пока линкор И второй корвет сопровождения Будут прикрывать их отход Космический ветер на связи Доложила связистка И посреди рубки Появилось изображение Капитана Ветра Я вас слушаю, майор Заговорил капитан Бьерк Начинаем маневры Выходите на траекторию Прыжка, мы за вами Вас понял, майор Саттор, ответил капитан Начинаем движение Бьерк исчез И Рик перевел взгляд на экран В сетке, растянувшийся На все полупрозрачное пространство Он увидел линкор И корвет княжич Менявшие позицию Сенсор, менее мощный, чем у линкора Наконец отразил И два неизвестных корабля Чья принадлежность альянсу Еще так и не была установлена Может и пираты Задумчиво произнес майор Уже должны были отозваться И открыть себя После посмотрел на точку Обозначавшую лайнер миссии И удовлетворенно кивнул Гражданский корабль Обходил их Спеша в расчетную точку Для прыжка Рик скосил глаза на иллюминатор Где сейчас должна была Как раз проплыть махина ветра Но маскировка надежно скрывала его И различить движение Можно было только на экране Данные, бежавшие по экрану Мерцающими строчками Оповестили, что лайнер Приблизился к расчетной точке Начинаем отсчет Доложил лейтенант Минута Пятьдесят секунд Сорок секунд Тридцать секунд Команде Приготовиться к скачку Понеслось по отсекам Рик сжал спинку кресла пилота Продолжая следить за тем Что происходило за бортом Шустрого Лайнер исчез с экрана Расчистив курс К расчетной точке Вики и Княжич Заняли позицию щита Неизвестные корабли Пока враждебных намерений Не проявляли И на сближение Не спешили Впрочем Если это были пираты То их цель уже успела убраться А военные корабли Интереса для этой братьи Представляли мало Пять секунд Оповестил пилот Четыре Три Два Один Вскачок Корвет рванул сквозь пространство Догоняя объект охраны Космический ветер Ожидал их Ирик приказал Занять позицию в авангарде А еще спустя десять минут К ним присоединились Оба отставших корабля сопровождения Миссия Протекавшая без каких-либо Осложнений Продолжала радовать Своей легкостью И отсутствием сражений И думал так не только майор Саттор Это зеленые необстрелянные щеглы Рвались в бой Они еще не видели Как взрываются машины Тех, кто еще час назад Сидел рядом В чьи глаза ты смотрел И смеялся над общей шуткой Или слушал Как погибший Собирался слетать в отпуске На какую-нибудь Челаевая Они не знали Каково это Болтаться в пустоте В спасательной капсуле И истово верить Что медики успеют Тебя подобрать Что свои закроют И не позволят врагу Добить тебя Потому что сам ты уже Ничего не можешь сделать Так что у опытных вояк Был повод радоваться тому Что за все время рейда Не было пока сделано Ни единого выстрела Командир Вики Рик перевел взгляд На связистку И кивнув Активировал переговорник Майор Саттор на связи Рик Лапин перешел На обыденный тон Значит Нет новой вводной Хорошо Поступило распоряжение Вы задержитесь на Демосе Все-таки вводная Рик отошел к своему креслу Сел и закинул руки за голову Тон неофициальный Потому что королева Виктория Уйдет Княжич? Спросил Саттор Он тоже остается Ответил Лапин Адамидис уже поставлен В известность Будете находиться там Как вспомогательные силы Наша помощь не нужна А вы прикомандированы К гарнизону полковника Чоу До особого распоряжения Астродромы Демоса Не предусматривают Наличие крупногабаритных кораблей А ваши малыши Там местечко найдут Сам знаешь Мы даже на планету Не будем спускаться Тед Я понял Улыбнулся Рик Не распыляйся Тебе вроде как Обещали возвращение на Землю Ответил Тадеуш Лапин Я подслащиваю пилюлю Уже зубы сводит Усмехнулся майор Не в космосе И на том спасибо Ты излишки своим оцепь Произнес младший командор Им пригодится Будет исполнено Господин подполковник Хороший мальчик Усмехнулся Лапин Ладно Собрались Через час выйдем К точке входа в коридор Особое внимание Есть особое внимание Уже чеканно ответил Рик И отключил переговорник После обвел взглядом Притихших членов команды Находившихся в рубке И спросил Кто хочет ощутить Землю под ногами Все хотят Ответил первый помощник Стоявший у панорамного иллюминатора Тогда вас обрадует Что мы будем топтать Землю Демоса До особого распоряжения Объявил новость командир Демоса? Переспросила связистка Но землю же Весума ответил ей Сатур И велел Всем собраться Через час войдем в коридор Вики отстанет на орбите Дальше ветер поведем мы И княжич Все Сопли подтерли Взор зажгли патриотизмом И продолжаем служить империи Императору Слава! Слава! По привычке Отработанной до автоматизма Гаркнули люди Вот и замечательно Одобрительно кивнул майор И устремил взгляд В пространство перед собой А дома хорошо Он подавил короткий вздох И снова закинул руки за голову После закрыл глаза И позволил себе Ненадолго Расслабиться Рик! Рик! Братик! Рик, стоявший На вершине Невысокого холма Обернулся На звук Детского голоса Он еще Никого не увидел Но на губах Его появилась улыбка И майор Поспешил вниз Рик! Из-за деревьев Выбежала девочка Четырех лет от роду Ее ярко-рыжие волосы Казалось Могли поспорить С солнечными лучами Щедро заливавшими землю Девчушка бежала Смешно вскидывая Вверх острые коленки И мужчина Весело рассмеялся Глядя на ребенка Он нагнулся Раскинул руки в стороны И девочка Влетела ему в объятия Обхватила шею Саттора руками И возвестила Об очевидном факте Плеехал! Плеехал? С добродушной иронией Переспросил ее старший брат Да, Лита? Рита! Грозно зарычала девочка Рик снова рассмеялся И звонко расцеловал Сестру в румяные щеки Затем в нос С усыпанной веснушками И малышка сморщилась Под новый смешок брата Фу! И пока Рита Ожесточенно терла нос Рик посмотрел вперед И приветливо Махнул рукой отцу Уже не молодому Но по-прежнему Подтянутому С военной выправкой В отличие от дочери Он не бежал Шел неспешно Но на губах Генерала играла Теплая улыбка Привет, пап! Улыбнулся Рик Здравствуй, сын! Кивнул Георг Саттор Он попытался Снять с рук Рика Дочь Но Рита Замотала головой Еще сильнее Сжав объятия Наши и брата Задушишь! Воскликнул майор Мой Рик Безапелляционно Заявила девочка Да отдай мне его Хоть ненадолго Возмутился отец Нет! Снова мотнула Головой Рита Упрямая Как ослица Сердито Фыркнул Георг И обнял Обоих детей разом Саттор Со значением Ответил Рик Да! Весомо Поддакнула Рита Детишки! Усмехнулся генерал И кивнул в сторону крыши Видневшейся В просвете Между деревьями Идем! Рина там уже Царский стол накрыла С утра Женщины Нервы истрепали Наконец-то Хоть еще один мужик В доме появился Я в этом Бабьем царстве Скоро совсем Размякну Тебе можно Улыбнулся Младший Саттор Заслужил Веришь? Скучаю по службе Там хоть матом Ругаться можно было А здесь Только пальцем Гражу Вздохнул главный Командор на пенсии Врешь! Хмыкнул Рик Старший Саттор Ответил суровым взглядом Но младший Его выдержал И Георг сдался Он махнул рукой И сознался Вру Хотя иногда И вправду Скучаю по службе Все-таки Это почти Вся моя жизнь Но сейчас У меня Самый лучший Экипаж Хотя Субординация Для них Пустое слово Особенно Для этой Вот рыжей Таракашки Генерал Тепло взглянул На дочь Притихшую На руках брата А лошадки Стали отличной Заменой Бездушному Металлу Отдыхаю Сын Душой Отдыхаю Еще бы Тебя Видеть Почаще И вообще Жил бы В раю Рик Улыбнулся И потрепал Отца По плечу Свободной Рукой Тот Накрыл Пальцы Сына Сухой Чуть Шершавой Ладонью Слегка Сжал Но быстро Отпустил И зашагал В сторону Своего Нового Дома Майор Саттор Подмигнул Сестре И опустил Ее На землю Затем Протянул Руку И ощутив Как маленькие Пальчики Сжали Его Ладонь Направился Вслед За отцом Рядом Подпрыгивала Маргарита Саттор Напевая Странную Но задорную Песенку Слова Которые Придумывала На ходу А ко мне Приехал Лик Нет Рик Рик Ко мне Приехал Брат Вот так Вот так Он большой И сильный Брат Он лезьки Уши Оборвет Да-да А не будет Длазниться Дурочка Рик Открыл Глаза И поймал Себя На том Что улыбается Сестру Он любил Наверное Если бы Она появилась Пока младший Саттор Учился В кадетском Корпусе Парень Начал бы Ревновать Все-таки Родная Дочь А он Приемыш Но Рита Родилась Когда он Уже бороздил Бескрайние Просторы Вселенной И увидев Спящего Пупса С рыжим Пушком Волос На голове Рик Умилился И как-то Быстро Привязался К девочке И когда Навещал Отца На его Лошадиной Ферме Сменивший Космический Крейсер Проводил С сестрой Много Времени И баловал Без зазрения Совести Несмотря На ворчание Рины Ее матери И увещевания Отца Увещевания Впрочем Слабые Даже Фальшивые Потому что Сам Суровый Генерал В дочери Души Не чаял Майор Встряхнулся И отогнал Приятные Воспоминания Все Потом Сейчас Их ожидало Завершение Задания По сопровождению И Сатур Надеялся Что оно Пройдет Так же Как и Весь Рейд Без Осложнений Мы Приближаемся К сектору Встреч Доложил Лейтенант Отправить Код По запросу Приказал Рик Не сводя Взгляда С экрана Там Появились Новые Сообщения От системы Слежения Командир Шустрого Читавший Полосу Информатора Вдруг Усмехнулся И вспомнил Как когда-то Когда впервые Попал на Военный Корабль Смотрел На непонятные Значки На таком же экране И мечтал Что однажды Сможет понимать Их С такой же Легкостью Как смену Времен Года Теперь Маленький Дикарь Стонора Умел Делать Все О чем Даже Не мог Мечтать В те Далекие Семь Лет И ему Было Даже Немного Грустно От сознания Того Что чудеса Остались В прошлом Когда-то Для него Каждый День Был Наполнен Открытиями А теперь Все Они Превратились В обыденность Передаю Код Колонна Достигла Места Встречи Шустрый Вошел В коридор Первым За ним Последовал Линкор После Корабль Миссии Замыкающим Летел Княжич Они Так и Приблизились К орбите Демоса Продвигаясь Мимо цепочки Кораблей Прикрытия Выстроенных Для встречи Ветра А на Оревее Пушки Смотрели бы Нам В лоб Усмехнулся Первый Помощник Саттор Кинул На него Короткий Взгляд И хмыкнул Это было Верным Замечанием Нигде В Альянсе Так не давили На психику Как на подлете К этой Гремной Планете Обычно Строжевики Не демонстрировали Так явно Готовность К атаке Но на Орбите Оревее Был установлен Целый Заградительный Комплекс Щетинившийся Орудиями По ходу Движения Корабля Гостей Планеты Будь то Обычные Туристы Или же Дипломатическая Миссия Встреча Была Одинаковой Командир Вики На связи Переводи Откликнулся Рик И активировал Переговорник Майор Саттор Слушает Мы свое Дело Сделали Заговорил Лапин Дальше Идете Одни Удачи Рик Есть Понял Ответил Саттор И закончил Удачи Тед До встречи На земле Да куда Ты денешься Коротко Рассмеялся Подполковник Долг Платежом Красен Как говорили Древние От долгов Не бегаю Усмехнулся Майор Сочтемся Когда вернусь Когда ты успел Обрасти Долгами Спросил Первый Помощник Решив Что разговор Командира И младшего Командора Закончен Пить надо Меньше Произнес Саттор И не спорить С теми У кого Слишком Хитрый Зад А я Все Слышу Напомнил Себе Лапин Виноват Господин Подполковник Ответил Ему Майор За От Выше Стоящего Чина Вне Обсуждений И Обвинений В Коварстве Ой Договоришься Саттор Беззлобно Огрызнулся Лапин И Добавил Уже Официальным Тоном К Выполнению Поставленной Задачи Приступить Есть Приступить Отрапортовал Рик И Отключил Переговорник Следуем К Астродрому Есть Донесся Голос Лейтенанта И Корвет Шустрый Вошел В воздушное Пространство Демоса